История началась с того, что ученые решили провести необычное исследование и установить камеру в гроб Александра. Александр происходил из богатой семьи. Его отец был известным бизнесменом и коллекционером артефактов, а мать талантливым хирургом, которая, к сожалению, умерла от рака, оставив его с отцом. После смерти матери Александр остался один с отцом, который, хотя и любил сына, был поглощен своей работой и коллекцией. Вскоре отец Александра тоже ушел из жизни, оставив его в одиночестве, и мальчику пришлось научиться жить без родительской поддержки. После этого в его жизни появились сводная сестра Виктория и мачеха Мария, которые поддерживали Александра в трудные времена. Виктория, полная решимости помочь брату, предложила ему вернуться в родительский дом, где он мог бы начать восстанавливать город, который когда-то процветал благодаря его семье. Однако, несмотря на все усилия, Александр вскоре был найден мертвым в своем доме, и Виктория в панике отвезла его в больницу. Врачи не смогли определить причину его смерти, но Виктория, не желая, чтобы вскрытие разрушило их семью, настояла на отказе от этой процедуры. Вместо этого Виктория решила использовать тело Александра для научных исследований, полагая, что это может помочь в изучении загадочных обстоятельств его смерти. Она организовала похороны и согласилась на установку камеры, которую ученые прикрепили к гробу, надеясь запечатлеть последние моменты Александра. Когда Виктория уехала, ученые начали ждать первых кадров. Однако, когда камера начала записывать, они были шокированы увиденным. На записях они заметили, что Александр начал двигаться, и вскоре поняли, что он все еще жив. Ученые, не веря своим глазам, сразу же обратились в полицию. Мария, мачеха Александра, была арестована по подозрению в причастности к его смерти. В ходе допроса она призналась, что подсыпала снотворное в его напиток, чтобы он не мог противостоять ее планам. Тем временем, Александр, проснувшись в гробу, в панике начал пытаться выбраться. Он был в ужасе от осознания, что его жизнь была поставлена под угрозу. Ученые и полиция быстро обнаружили, что Александр жив, и доставили его в больницу. Мария была приговорена к тюремному заключению за свои действия, а Виктория, осознав, что ее брат был жертвой предательства, извинилась перед ним полное раскаяние. Александр, хоть и переживший ужасные события, был благодарен за второй шанс. Вместе с Викторией он решил восстановить свою жизнь и заняться тем, что действительно важно поддержкой друг друга и восстановлением семьи. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.